здравствуйте мои дорогие здравствуйте не снимала ничего три дня саша мне она но она пытается наладить все на канале она сказала мама по два видео не выкладывай а у меня были видео сняты и она свои там видео с мурманском выкладывает вот поэтому видео эти немножко с запозданием конечно пойдут но ладно ой до того привыкла снимать что уже прям ловишь себя на том что чуть я не снимают но то что я не снимала это же не останавливает никакую работу вот и вы увидите постепенно что делом я занимаюсь надеюсь у вас все хорошо а если у вас все хорошо девочки помогайте вылезти из этой ямы пожалуйста пожалуйста комментарии лайки пожалуйста ну что у меня 37 тысяч 400 подписчиков с прошлого октября год уже скоро будет вот как я в эту яму ввалилась и не вылезти я не могу ничего мне не платят и я работаю получается ну для себя зря ну сами понимаете очень хочется начать хоть что-то немножко зарабатывать и чтобы люди прибавлялись вот вы это понятно мои основные то господи лучше мне не чужие люди то все равно же хочется какого-то продвижения но для чего тогда это все так что у меня одна надежда на вас но я пошла работать ну а я как всегда сижу собираю украшение вот будет у меня вот такой вот чокер здесь такая элементик вставочка она прям вот вся на солнышке вот так вот играет я решила сделать сетку и туда ставить бусины которые тоже все вот девочки тут телефон нет не показывает они с таким эффектом обе ну аврора баррельюс который вот северное сияние называется и они вот видите они тоже на солнце ну на свету не обязательно солнце на свету прям переливаются разными цветами так что вот делаю такое украшение не знаю не всем конечно наверно но я надеюсь что найдется модная современная женщина который оденет вот такую вот белоснежную красоту но у меня как всегда работа вот два кашпо будущих в процессе грязь-цемент ну что делать-то ну нравится вот эту еще вот эту вот подсохнет ей вот сюда вот делаю вот так вот будет нога жара надоело хочется дождя но его нет и не обещают вчера вон ходили-ходили тучки ходили-ходили ветрище такой был опять намело листьев он опять вот это все уж вчера подметала фиг то все равно вот только в тенечке до дома спасаешься от жары от этой я уже хочу в питер прям хочу питер да там прохладненько розы все болеют это вот жрут цветы не знаю кто это жрет вот читала что табак его запах отпугивает вот этих кто жрет да нифига не отпугивает вот как ну табак у меня понятно не вырастет потому что он маленький такой поздно посажены но однако и табак жрут огурцы еще есть ну что я хочу сказать я огурцы не покупала еще их немного но мне их и в общем то и нельзя так по чуть-чуть хватает мне хватает я их даже и думаю делаю малосольные вот а всего то было посажено у меня два огурчика ну уже отойдут скоро крым это не очень подходит для огурцов ну хотя вон тут еще он маленький пока еще есть помидоры лучше идут вот я снимаю снимаю они вот тут и цветут причем я забыла как называется этот сорт такие крупные вырастают ну не все но в основном прям крупный а это манго у меня растет канны прям уже жду когда зизипус созреет но еще пока никак вот еще два цветочка и лавандочка вот такая она нежненькая прям розочки беленькие кто куда я на почту вторая попытка отправить александре бандерольку миру вон на остановке смеется что я все на почту езжу щас попробуем щас попробуем народ с утра ну что у меня эксперимент сегодняшний удался вы еще мужчина то даже я за сигаретами стою не просто так до народу хоть не так много с утра это не просто невозможно какие тут очереди вон с утра такая погодка такая посмурненькая ну тоже вот хочу сказать а с утра вот приехала да вроде магазин открылся в восемь часов я приехала уже почти десять сигарет нет не выложено того нет это не в общем своим ну вот свои тоже минусы есть с утра народу меньше ну и ну это теперь будет пока народ не разъедется вот он вот он вот он привет ага да фиксирую я уже стою думаю и тот встал наверное пропускает меня но поехать что ли нет думаю не нахер не положено да поехал на почту пораньше да думаю в магазин зайду народу не так будет много надоели эти очереди страшенные не хватает магазинов в черноморске на лето не хватает магазинов очереди ужас какие яблоков не хватает да и яблоков а что мы сюда едем не знаю уже поехали да ладно да ладно нет 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 нужно еще большой магазин хотя бы вот как пуд разгрузить немножко а яблоко вот он неплохой магазин но уж больно тесный он тесный там будет свободнее там его вроде налепили всего как-то много правда да да может лесняк то маленький не кашляй все сейчас это пройдет а че он кашляет то ну опять его типа наркоза господи вот только только вчера с Костей разговаривали на эту тему я ему говорю говорю вот дан то там то да сё а он говорит вот поэтому я не хочу животных это вот такие проблемы это столько нервов столько денег да дожди 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 Мира меня в гости, пришла сама. Принесла мне кабачков и кружку. Смотрите, какая кружка. Это Икея. Таиланд. С ума сойти. Ой, Мира, спасибо. Таиланд. Ой, а что пришла-то вот это вот? Собаку укусила. Та же самая, которая Олежку нашего мальчика укусила. Вот. Представляете? Прям сзади за ногу. И она обрабатывала, обрабатывала рану. А у нее все равно течет кровь оттуда. Ой, ну вот что за собаки, да? Уже, говорит, ну, женщина там шла, говорит, что уже сколько уже народу кусало. Бегает по улице и кусает людей. Ну, разве можно так, а? кошмар какой. А я так устала, что прям никаких сил нет. сейчас вам покажу, что делала. Вот, что делала. Так я с ней так натягалась. Она такая тяжеленная. Ой, большущая. Видите, какая большая? тяжелая. Ну, вот сделала. Ну, как? Раздаю свои горшки кашпо. Некуда мне их ставить. Сейчас девочки приходили, им отдала кашпо. Уже второе. Бирюзовое с розами отдала мире. Так, ну что, пойду на закат. Ой, только сейчас заметила, мои дорогие. А солнышко-то уже стало левее уходить влево. К зиме дело пошло. Да. Оно зимой вот тут, где столб вот этот. Летом вот там между двух кустов. все уже пошло влево. Надо же. Как же быстро все. Сейчас и Мурманске кончается полярный день. Уже темнеет. Ну, будет темнеть по ночам. И тоже быстро начнет темнеть по ночам. Забыла. 20 какого-то числа августа фонари включали. Скоро будет 7 лет, как я живу в Крыму. Как раз Марина приедет со своей семьей. у меня будет 7 лет. Надо будет итоги подводить. Сашка сейчас звонила. У нее же день рождения 15 числа. в Крыму. И вот они решили, значит, у них большая комната и маленькая. Давно об этом говорили, чтобы кровать перенести, ну, спальню сделать в маленькой комнате. Я говорю, с чего это? Она говорит, ну, день рождения будет, решили дома справлять. человек 15 друзей придет. В маленькой комнате негде разместиться. Ну, вот, хорошо. Заодно и спальню сделаете, заодно перестановку сделаете. Это лишний шанс пыль где-то лишнюю вымыть, да? Что-то выкинуть не нужно. И вообще, я вот считаю, что перестановку нужно делать каждые полгода, чтобы быть счастливой. У меня вот нет такой возможности. У меня в комнатке ну, некуда переставить. Я часто, бывает, ночью не сплю, лежу и думаю, так, куда бы, чего переставить. Ну, никак. Потому что делали, ну, когда делали ремонт, все было рассчитано прям до 10 сантиметров и уже никуда ничего не переставить. А вот у Алинки в комнате Костя делал ремонт, шкаф переставили, кровать переставили, уже по-другому. Вот, я любительница вообще была всю жизнь делать ремонты, перестановки, меняние штор. очень любила раньше шторы шить. Всякие разные интересные. Маркиза у меня, помню, была такого темно-розового цвета. Делала себе маркизу в спальне. Так что, а тут негде развернуться мне. хотя вроде два дома развернуться негде. А на втором этаже вообще там комод и кровать. Ну и чего там, уж местами двигали-двигали несколько раз. Двигали, это я двигала. Ой, ну ладно, мои золотые. Давайте, пойду я поужинаю. Спина у меня болит. Мне ведь сейчас Саша в семь часов позвонила и разбудила меня. У меня, когда вот я вниз головой что-то делаю, у меня очень начинает болеть спина. И я просто пришла и достала аппликатор этот Кузнецова. Думаю, надо на нем полежать. А я на нем засыпаю просто. И вырубилась. Ну хорошо, сорок минут я вот поспала. Она меня разбудила. Все, солнышко уходит. Все, скоро лету конец. Ну а что в средней полосе? Сентябрь? Все. В Мурмонске так вообще обычно 1 сентября заморозки уже в куртках всех. А то в шапках в школу идут. Все, ушло солнышко до завтра. Давайте, мои золотые, всем здоровья, берегите себя, берегите свои нервы. всем хорошего вечера и спокойной ночи. Ну а завтра, я надеюсь, увидимся. Ну, у меня столько дел недоделанных. Я всегда этим себя успокаиваю. Как будто это поможет, если что. два кашпо недоделанных сохнут. Да и вообще много дел всяких. Я собираю потихонечку все, что мне нужно взять с собой в Питер посылками буду отправлять. Потому что ну зачем покупать то, что у меня есть? Я куплю то, чего у меня не хватает. одну вот отправила посылку мешок. Еще два мешка лежат. Вот. Я сейчас не знаю, может быть, девочке завтра будет по-другому. Мне почему-то так тяжело дался, вот далась эта переделка Александры. Прямо не знаю, но так тяжело не шло ничего. Уж я и так и едок уже и разговаривала с ними. Что прям вот начала сегодня украшения делать? Нет. А я не люблю делать, когда у меня душа не лежит. Вот. Думаю, нет, надо отложить. Вот. Ну, может, завтра-то пройдет это дело. Так что вот так, да, и так бывает. И никак Оксаночке браслеты не переделаю. А потому что мне неинтересно их. Я их собирала, и опять вот просто резинки провались. А они уже россыпью, и надо вот их как-то придумывать и опять по-другому собирать. Ну, в общем, не люблю, когда мне неинтересно. Ну, ладно, я уже разболталась, уже и телефон у меня выключился. Так что чего говорила, не знаю. Посмотрю, когда монтировать буду. В общем, всем хорошего вечера, спокойной ночи, здоровья, берегите себя. Все, мои золотые давайте. Пока-пока, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok